Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником Святой Троицы. Великий праздник. Им завершается период Пятидесятницы. От Пасхи до сего дня мы прославляли Господа Воскресшего, Вознесшегося. А сегодняшний день посвящен воспоминанию о наиважнейшем событии, о создании Церкви. Итак, Господь даровал Духа Своего апостолам и через них всех, всем нам. Святой Дух пребывает в человеческой истории, в человеческой жизни, в жизни каждого человека, не только человеческих сообществ. Если кто-то спросит, а в чем Дух, где Он, то первый и самый, может быть, важный ответ – Он в Слове Божием. Евангелие, апостольские послания, все те великие тексты, на которых основывается наша вера, были созданы не потому, что были умными и образованными апостолы, они чаще всего были простыми людьми, но потому, что Святой Дух действовал в них. Потому и Слово это называется Словом Божиим, которое является Богодухновенным, то есть вдохнувшим силу в тех, кто писал, был Сам Бог. Именно поэтому Слово Божие невозможно истребить. Никакие человеческие хитросплетения, никакая лжелогика, никакие лжедоказательства, никакие страшилки, связанные с человеческим могуществом, будь то могущество денег, власти, военной силы, не способно не просто истребить, но даже ослабить действие Слова Божия в людях. А оно, подобно обоюдоострому мечу, разделяет тело человеческое, разделяет душу, разделяет сердце, разделяет разум, потому что Слово Божие является великим вызовом человеку. В нем содержатся истины, которые нельзя игнорировать. В нем содержатся требования, которые невозможно не исполнять. Ибо если эти требования не исполняются, жизнь человека идет наперекосяк. И личная, и семейная, и государственная, и жизнь всей человеческой семьи. Слово Божие – это присутствие самого Бога среди нас силой Святаго Духа. Слово Божие воспринимают люди по-разному. Одни делают правильные выводы, а другие вообще никаких выводов. А третьим скучно читать это Слово. Вот для того, чтобы Слово Божие действовало, существовало мало человеческих сил. Нужна сила Святаго Духа. И мы знаем, что это действие Божественной энергии, действие Святаго Духа происходит в Церкви, вообще неверующих людей. И когда мы все вместе стоим вокруг престола Божьего и совершаем Божественную Евхаристию, и причащаемся телой и крови Христовой, то силой Святаго Духа мы становимся участниками Тайной Вечери, а значит и всего того, что Бог во Христе совершил для людей. И тогда Слово Божие оживает в нашем сознании, оплодотворяет наше сердце. Мы начинаем правильно Его понимать, и у нас появляются силы Его исполнять. Если бы не сошествие Духа Святаго и не рождение Церкви, то христианство было бы еще одним интеллектуальным учением, еще одним изводом человеческой философии. Но именно потому, что Слово Христа Спасителя было не человеческим, а Богочеловеческим, именно потому, что это Слово было передано людям опять-таки непосредством человеческой силы, а силой Духа Святаго, оно и усвояется, оно и обустраивает человеческую жизнь. Я хотел бы еще раз всех вас поздравить с этим праздником и призвать к тому, чтобы каждый из нас думчиво читал Слово Божие, участвовал в Таинствах Церкви. Вот тогда заповеди можно будет исполнять. Хватит сил, хватит разумения, но если заповеди будут лишь наравне с человеческим законом, какой-то писанной инструкцией, то никто их исполнять не сможет, да и не будет, как не исполняется большинство человеческих инструкций. Господь с нами, силой Святаго Духа, Господь Иисус Христос, силой Святаго Духа продолжает свое пребывание среди нас в Церкви, которую мы называем Его телом. Пусть же благодать Духа Святаго всех нас вразумляет, укрепляет и освобождает от всякого греха и всякой разрушающей нашу жизнь человеческой слабости. С праздником всех вас сердечно поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова